Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорых дней, имамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира Духа Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Обычно коллективы церковных, общественных организаций в основном состоят из женщин, и часто приходится собеседовать с новыми добровольцами, с новыми помощниками, с сотрудниками. И обращаю внимание, стараюсь не забыть, что вы входите в новый коллектив, коллектив женский. Женщины обычно думают, когда говорят, и когда говорят, они не всегда думают. А слово, оно не воробей, вылетит, не поймаешь. И всякое слово — это зерно, которое попадает в сердце и приносит плоды в соответствии со своей природой. Поэтому закон такой, что про коллег, как про покойничков, или ничего, или хорошо. Ни в коем случае не позволять себе трепать языком. Особенно в каких-то оценках, в каких-то осуждениях. Потому что все эти информационные вбросы — это отрава, которая разрушает отношения, которая разрушает взаимосвязи, доверие. И столько уже бед, неприятностей в жизни каждого человека происходит из-за неудержания языка. Стариц Иосиф Исихаст, когда воспитывал своих учеников, он прям говорил, что если вы хотите научиться молиться, вам нужно положить хранение устам своим. Потому что невозможно болтать, прознословить, жить умом в миру, в мирских интересах и настроить молитву. Это вещи несовместимые. Но монашеская практика, она особенная. То есть там, конечно, проще. Но принцип нужно усвоить. «Положи хранение устам моим и дверь ограждения о устнах моих». Так мы молимся во время Великого Поста такими словами. Его ученик, старец Ефрем, ну тогда еще просто «малой», как он его часто называл, он говорит, смотри, ты отправляешься на послушание, «если я узнаю, что ты болтаешь, я тебе оторву голову». «Я тебя просто вылетишь отсюда, как щек». Стариц Иосиф не церемонился в выражениях и держал слово, если человек его не слушался. Потому что без послушания наставнику невозможно никакое духовное, да и профессиональное развитие. И вот Ефрем идет к мельнику, а тот, естественно, спрашивает там, ты откуда, что за община, как там старец, что за старец. Однажды даже епископ при встрече, он оказался в некотором недоумении, он задает вопросы, а Ефрем молчит, так удаляется, где-то в уголочек отодвигается и молчит. И только одну фразу старец ему разрешил говорить, если совсем будут напирать, что у него нет благословения. Он это сказал, епископ понял, а мельник осерчал, он говорит, да что ты, ты как немой, ругался на него, а тут это все терпит, терпит. И вот в таких казусных ситуациях он оказывался неоднократно, когда нужно исполнить благословение, а люди это не понимают. Но когда прошло время, Ефрем осознал всю эту пользу, потому что когда встречались с пожилыми монахами, молодежи было тогда на Афоне немного, то всем было интересно, откуда молодежь, с кем она живет, кого она слушает. И если бы он с ними вступал в разговоры, что вот это старец Иосиф, пещерник, ему бы начали говорить, да он в прелести, да он вообще не понимает, что он делает, да он из ума выжил. И вот эти слова про руководителя, про наставника сразу же бы вбили бы тяжелейший клин, и он бы потерялся и не спасся. Потому что нет ничего хуже, когда человек теряет доверие к своему руководителю, к своему наставнику. И вот эти принципы взаимоотношений, их нужно обязательно усваивать. То есть если вы оказываетесь в коллективе, то не надо быть сорной мухой, не надо разносить на своих лапках всякую грязь. И старайтесь быть пчелкой. А пчелка, она ловит добрая, приятная, полезная, и как-то пролетает мимо помоек, и переносит только хорошее, из чего можно делать мед. Важнейший духовный принцип — положить охранение устам своим. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok